Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, её ведущий, Отец Назарий. Когда мы с вами рассуждаем и говорим о Боге, то мы говорим в том числе о неких свойствах, которые присущи Богу. Например, всемогущество, то есть что для Бога нет ничего невозможного. Или, например, такое свойство, как вездесущее, что Господь везде и всюду. Или, например, как апостол Иоанн Богослов говорит о том, что Бог есть любовь. Но есть одно такое свойство, которое оставляет у нас некие вопросы. Это всезнание божественное, то есть что Господь знает, что было, что есть и что будет. И вот здесь наша человеческая логика, как нам кажется, может зайти в тупик, когда вопрос касается наших прошлых бесед, которые мы разбирали в прошлых выпусках о теме первородного греха, грехопадения. То есть если Господь всё знал, что будет с человеком, знал, что человек падёт, человек будет страдать, и что часть людей вообще будут страдать в вечных муках, то если мы говорим, что Бог наш есть любовь, как Бог вообще тогда это всё допустит? Для чего Господь попустил вообще человеку тогда пасть, страдать и мучиться? И для чего тогда Бог наделил человека свободной волей, если человек порой не умеет ей распоряжаться? Об этом мы поговорим с сегодняшним нашим гостем, ректором Самарской православной духовной семинарии, протереем Максимом Кокаревым. Отец Максим, здравствуйте. Добрый день, отец Назарий, добрый день, дорогие телезрители. Отец Максим, для чего Бог наделил человека свободной волей, если он не умеет ей пользоваться? Мы и в прошлых передачах говорили о том, что это, наверное, самые сложные вопросы, в принципе. Я не претендую ни в коем случае, чтобы сейчас высохнуть какую-то правду в последней инстанции. Для меня до сих пор это вопрос, в определенном смысле, открытый. Нет, я какие-то логические пытаюсь для себя, или не логические, может быть, где-то парадоксальные, искать ответы, но я прекрасно стараюсь, в том числе, свой разум смирять, понимая, что это могут быть только мои какие-то мысли. Но единственное, что я более-менее точно понимаю, что если бы Господь захотел сотворить мир, наделенный, как мы говорили, биороботами, Он бы сотворил именно такой мир. Но Он захотел сотворить мир, наполненный существами, которые, мы говорили, которые могут, к сожалению, ошибиться, и часто ошибаются, но в то же время это единственные существа, которые могут испытывать то, что биороботам недоступно. То есть единственные существа, которые могут любить, биороботы могут делать положительные поступки какие-то программированные, могут любить, могут верить, и, видимо, он хотел, чтобы это мир было заполнено существами, которые могли бы жить в вере, в надежде и в любви. Понятно, что это очень сложно, и мы часто не соответствуем, но человек должен был, и человек, и человечество в целом, такой, видимо, долгосрочный проект, который даже после того, как свернул с пути, и стал идти непрямыми путями, Господь его все равно не оставил. Господь посылал всегда и пророков, и все, так сказать, вел к тому, что, да, сам потом пришел в этот мир. То есть это как бы не отменяет дальнейшего промысла человеку. Вот, в идеале, конечно, человек мог пойти, вот я просто, мы говорили, что человек был создан все-таки, будучи свободным, он был создан развивающимся. Он не был, скорее, он не был совершенным, он был совершенствующимся, то есть так отцы говорят. И, в принципе, вот его прямой путь, да, он предполагал не от падения, а такое постепенное возрастание, потому что свобода человека, она может пониматься тоже по-разному. То есть есть формальная свобода, просто свобода выбирать. Такая формальная свобода, отцы говорят, есть и у падших духов. Они могут выбирать, но это выбор же между сортами зла, скажем так. То есть и свобода высшая, или свобода духовная, это свобода от уже греха совсем, когда человек свободен, не выбирает грех, когда человек имеет то, что, я вам не нравится, называть иммунитетом от греха, да, то есть чем-то таким противоположным, удобопреклонности. Но вот ее человек должен был выработать, она сама так вот искусственно не возникнет, да, то есть она без его воли, без участия. То есть мы себе представим чисто гипотетически, мы же тут все эти, на последние наши передачи, мы несколько предполагаем какие-то вещи. Вот если бы человеку удалось отразить первое искушение, ну, то есть действительно сказать, ну, змею, знаешь, что все твои мысли зло, и отец не может нас обманывать, ползи отсюда. Вот, перестал бы искушать? Наверное, нет, это существо, наверное, бы не перестало, и падение ангелов уже было неким фактом. Но было ли бы для человека каждое последующее искушение таким же тяжелым выбором внутренним, как первое? Наверное, нет, потому что человек может укореняться как в возле, так и в добре. То есть он постепенно, это мы знаем, то есть это дело тоже и привычки, как бы банально не звучало, то есть ты привыкаешь делать то или другое, добро или зло. И человек навыкает делать добро, я думаю, что пришел бы в конечном итоге к тому, что мы называем абсолютной свободой. То есть свобода от греха. Вот. Знал ли Господь, что человек не пойдет этим прямым путем? А, судя по всему, знал. Потому что, ну, пока мы многие богословы говорят о том, что он еще прежде творения человека, там есть такая в описании творения всего мира, есть такая пауза небольшая. Весь мир творится, развивается, как-то развивается органично сам вот так. Причем Господь даже не то, чтобы сам там каждую форму жизни устрояет. Помните, там, он как бы материю призывает к какому-то тоже соучастию, развитию, да и произведет земля всякую душу живую. То есть это такое сотворчество. А вот перед творением человека некая пауза такая, и вот этот предвечный совет. Предвечный совет таинственный, про который мы никаких подробностей не знаем, как будто вот Господь внутри себя, вот эти три лица, некое такое, и сказал Бог, сотворим человека, да. Вот, то есть отцы говорят, некоторые вот, да, экзегеты, толкователи, что в этот момент Господь в том числе и закладывает план спасения человека на случай его, так сказать, да, грехопадения. Вот, поэтому этот извечный софизм, которым христиан мучили их языческие оппоненты, про камень, да, который, может ли ваш Бог создать такой камень, который не может поднять? Вот, ну, если вот надо прям, если до такого уровня дискуссии, что называется, опускаться и не сходить, то такой камень уже создал этот человек. Вот, он не то, что не может, но он не хочет, и это его воля, то есть он и в этом свободен, он сам себе ставит предел, если так можно сказать. Он ставит предел своему, может быть, даже, как некоторые авторы считали, даже и всеведению. То есть есть такая точка зрения, что Господь знает абсолютно все возможные пути развития событий, но в каждом конкретном случае выбора человека, да, то есть все равно человек остается в свободе. То есть есть даже такая версия, это очень смелая, что есть такой очень распространенный, ну, такой известный богословский термин – кенезис. То есть такое добровольное самоумоление Бога. Обычно под кенезисом понимается все, что происходит с второй постасию. Ну, то есть Бог же действительно умаляется до того, чтобы соединиться с человеком. Там просто вот несколько этапов этого кенезиса. Он даже во внешних вещах выражается, что он и человеком мог быть по-другому, но он в хлеву рождается. В хлеву. Не в дворце. И вот это вот самоумоление – добровольное. То есть кенезис, ну, да, переводится как такое вот умоление, да, или там у нас себя как бы некое такое сжимание, да, или смирение, или принижение. Но ведь есть отцы, которые говорили, что кенезис, это самоумоление Божества, начинается с того самого момента, как он решает создать свободных существ. Он как бы вот ради этой свободы. Господь как будто бы потесняется в этом мире. Есть только Он, Его воля, Его всезнания, Всеведения. И тут оказывается некое пространство, в которое он тактически, тактично, вернее, и отечески не вламывается. Хотя мог бы, наверное, чисто гипотетически, он всемогущий, мог бы все. Но вот почему-то он говорит в Писании «Все стою при двери и стучу, и кто откроет меня, к тому войду, и буду с ним вечерять». То есть это вот известно еще изображение, есть, да, где Господь стучит. Стучит именно, а не, извините, с ноги выламывает эту дверь, там не врывается, да. То есть поэтому Господь, наверное, как-то сам себя вот в этом акте, в творении человека, можно сказать, и здесь умоляет. То есть дает эту... А иначе это был, например, очень понятный, очень запрограммированный. Об этом... Ну, вот вообще наличие свободы, да, даже если мы от святых отцов отойдем, для некоторых вообще было с тому, что то, что в мире есть кто-то свободный, только человек, но если мы не берем ангелов, в расчете, только человек, вот в том мире, который мы видим, для некоторых было вообще доказательством того, что мир не чисто материален, что Бог есть. Это Кант. У Ивануэла Канта, как известно, наличие свободы в человеке, и поэтому нравственная возможность его вменения, нравственные законы, все остальное является доказательством бытия Бога. Кант, как известно, как считается, разнес там в пух и прах все до него существовавшие средневековые доказательства бытия Бога классические, то там еще в свое время Фома Аквинского и прочие все эти вот телеологические, он их действительно подверг серьезной критике, к ним ко всем можно придраться. То, что считалось в среднем века чуть ли не железобетонными доказательством бытия Бога, по полкам разложили в эпоху схоластики. Пришел Кант, сказал так, нет, ребята, это все не годится, но он не был материалистом, не был атеистом, и его видение, то есть для него главным доказательством бытия высшего разума, там, абсолютно, это является свобода в человеке, потому что он говорит, ни у кого ее нет, и непонятно, откуда она тогда взялась, если весь мир устроен жестко по законам, по законам материальным, по законам логическим, по законам, то есть это его, я сейчас, ну, может быть, не дословно, но близко к тексту, он говорит, вот смотрите, вот мир геометрии, вот фигуры будут только такими, какие они есть, равнобедренному треугольнику бесполезно говорить, изменись и станет, там, другим, там, по параметрам. Ученый может только изучать, как он, каковы его качества. Вот мир, значит, неживой природы, вот камень, вот кварцит, ты не можешь ему сказать, стань там чем-нибудь другим, стань, не знаю, там, изумрудом, он будет таким, у него такая кристаллическая решетка, и ученый может только его изучать. Вот растение, вот там, это я уже совсем по-своему пересказываю, вот кактус, ты не можешь ему сказать, стань там, значит, томатом, ну, потому что есть законы бытия, или вот там, значит, животное, вот такое вот, а ты стань другим животным, или измени повадки, вот есть инстинкт, и все. Вот, там, подойти к волку, и сказать, там, с аморальной точки зрения можно подойти только к человеку, к волку бесполезно подходить и говорить сейчас, ты знаешь, вот ты когда ешь зайцев, им больно, ты вот давай добровольно измени себя, ешь траву, да, у него же там зайчата остались, там, маленькие, и так далее. И только к человеку, говорит, Кант, можно пойти и сказать, да, ты вот сейчас такой, но ты не обязан, ты можешь. И вот это действительно, ну, это великий дар, и великая для человека, и умаляет ли свое всеведение, ну, здесь вот разные были попытки действительно объяснения. Была такая, что Господь действительно знает абсолютно все варианты развития событий, но в какой-то вот момент конечное склонение человека, там, да, она, вот, остается, как бы, для него, хотя во многих случаях мы видим, что Господь даже в своей земной жизни какие-то вещи совершенно точно знает, да, и про предательство Иуда знает, это тоже для меня многие парадоксальные вещи, и при этом все равно чтобы не было, я не знаю, каких-то у нас претензий к тому, чтобы сказать, что он чем-то его подтолкнул, там, или он дает ему абсолютную свободу и не отторгает до конца, да, и на тайный вечер принимает, и, как большинство отцов считало, даже причащает, то есть они когда... Ну, и давал возможность покаяться, когда напрямую говорил, что один из вас предаст меня. Это самый последний момент, когда возможность покаяться действительно есть. И вот это возможность, вот это вообще вопрос, как бы свободы, покаяния, или наоборот укоренения во грехе, он как раз ключевой к вопросу, в том числе, о спасении человека, потому что у нас часто понимают очень упрощенно, что это Господь, там, человек куда-то пускает, не пускает, просто... потому что человек читает в Евангелии, ко мне тоже подходят люди, как-то говорят, не вы меня избрали, а я избрал вас. Значит, это все судьба, фатализм, мы, значит, Бога не выбираем, и, естественно, такие вещи... Ну, это дело, что читаешь другие места, а выясняешь, что Господь избрал, в смысле, призвал всех. Вот это самое ключевое цитата, Господь всем хочет спастись и в разум истинно прийти всем. Но при этом мы видим даже, что удивительная свобода, что были люди, которых он призвал даже не просто как всех верных к себе, а именно на особое апостольское служение, судя по всему, ну, из контекста, но которые ему отказали. Вот этот юноша богатый, да, то есть он же его призвал, прям вот... Ему не хватало только одного, он был почти готов, он говорит, ну, вот ты молодец, действительно, да, ты все теперь отдай и присоединяйся, пойдешь за мной, то есть это вот... Другие апостолы побросали, сети поставили, да, смогли, тоже как раз свободу. Эти пошли, здесь никакого фатализма нет. Господь видел в нем этот потенциал, но в какой-то последний момент юноша, он колебался, и вот его это большое... У него было больше, видимо, чем сети у рыбаков, чем лодки, видим сильно, что-то ему осталось наследство, и несмотря на всю свою искренность, и Господь же не лукавит, когда хвалит его действительно. Видимо, и тот не врет, когда говорит, что он по заповеди живет, то есть его даже богатство его пока не уж прям испортило. Но все-таки он настолько к нему прикипел, что когда ему надо было все оставить и идти за Христом, то есть это такое, я не называю это сюжетом про несостоявшегося апостола, потому что из него мог бы получиться, может быть, вполне. И вот здесь мы видим эту удивительную свободу, то есть он был призван. Знал ли Господь, что он откажется от призвания, когда призывал его? Ну, во-первых, я думаю, что да, но при этом, поскольку шанс всегда человеку дается, он его сразу не отвергает, потому что тот сам к нему приходит сначала с вопросами, кто тут приходит, так же, как Вуду, он до конца, хотя мог как-то сразу, он мог и по-другому поступить, он мог не просто сказать, один из вас меня предаст, да, показать пальцами, я тогда думаю, что учитывая горящиеся учеников, Вуду бы просто не вышел бы с этого ужина. Да, тут на самом деле такой действительно таинственный момент, отец Максим, и вот в попытках найти ответы, вот на эти вопросы, связанные с всевидением, всезнанием Бога, мы в какой-то даже степени уподавляемся вот Адаму и Еве, которые постоянно ищут виноватых, которые как бы в своих ошибках, да, хотят найти кого-то другого, что Бог виноват, что дал нам свободную волю, Бог виноват, что, значит, нас где-то здесь не поправил, не остановил, он же знал, и тоже, когда читаешь Священное Писание, когда читаешь Житие Святых, опять же, вот вы вкратце об этом упомянули, я думаю, стоит тоже как бы на этом внимание заострить, складывается впечатление, что одни уже от рождения избраны быть пророками, святыми, подвижниками, да, когда чудеса, которые происходят с Иоанным Крестителем, например, с его родителями, начиная прям в утробе, как младенец радовался, и складывается впечатление, что вот, ну вот Господь им уже, значит, такую судьбу от самого рождения избрал, все, здесь, значит, они уже предопределены, а вот тут вот, значит, какие-то люди уже изначально родились там грешниками и так далее, и они уже, значит, как Иуда, им уже, значит, предопределено было стать предателем и, значит, быть обреченными на вечные страдания, но как вот вы сказали, очень важный момент, что Господь видит потенциал человека. Я думаю, что вот при Иуде вообще было неочевидно, что он родился грешником, когда он приходил в общину учеников, он наверняка был другим человеком, то есть у него какие-то процессы происходили постепенно, я думаю, даже, что он был достаточно достойным человеком, но не зря ему доверили казну, условно говоря, да, то есть быть, то есть у любой общины, да, должен быть, ну, кто-то, кто ответственный за, то есть, там, закупки, это все равно и земная человеческая жизнь, и ему вот этого искушения он не прошел. Сразу он был прям таким сребролюбивым, да, или там нечестным. Апостол Иоанн говорит, Иуда был вор, но это не от рождения, он не дегрит от рождения, он не прошел искушение вот этим вот, видимо, в какой-то момент это происходит, да, то есть, то же самое мы знаем просто про тех людей, которые, у которых были какие-то знамени и чудеса в моменте начала их жизни, и они прошли путь достойно до конца, но на самом деле, мы, может быть, просто не знаем многих вещей, когда у человека был потенциал, но он его растерял, вот как раз ситуация, мы не знаем, были ли у него чудеса там в утробе или прочее, то есть, особенность, совершенно особенный случай, но человек без благочестивой семьи, у него был весь потенциал, он был воспитан, его не испортило даже знатное и богатое происхождение, и вот практически все у него было, он пришел, и в самый последний момент, значит, выясняется, что он вот, все-таки что-то в нем не сработало, вот, видимо, богатство все-таки помешало, или наоборот, вот у него все было хорошо, он был с хорошей семьей, судя по всему, это благодаря, наверное, родителям он такой, он вот благочестивый юноша, он же молодой еще, он действительно, потенциал прекрасный, с другой стороны, потенциал никакой, у разбойника, который справа распят, это вообще там, там, ну, мы понимаем, что он заслужил, но сам признается, причем это еще, что мы тут все, в общем-то, по делу нашему восприемлемы, восприемлемы, да, и у человека, может быть, руки по локоть в крови, там, и других каких-то хватает преступлений, вот, и вот это для меня самое там, как вот так, причем, нет бы порадоваться, что бывает такое, что человек так резко, как бы, изменился, переродился, а люди у нас на позиции, знаете, вот этот старший брат из притчи о блудном сыне, там, когда кого-то легко принимают, да как так-то, мы вроде никого не убивали, что так можно было, да, но на самом деле люди абсолютно не понимают, что это же, вот, ни в коем случае так не работает всегда и автоматически, и он покаялся, считая, что если, вот, да, можно изначально лукаво подходить, так, постараюсь там за какое-то время до кончины, да, покреститься в самом конце, что все грехи были прощены. Так откладывали в 4 веке, в 5 веке, да, многие колебались, там, чиновники интеримские, я вот пока еще поучаствую в том, в чем, ну, там были еще политические соображения, я пока не могу, открыто, да, я симпатизирую, но открыто не могу, и, то есть, это про то, что, вот, велик риск, что ты не сможешь принести такого покаяния, это абсолютная глупость так рассчитывать, ведь мы, такого покаяния нам даже помыслить себе сложно, это, ну, вот, если только тебя тоже будут приколачивать живьем, да, и посмотрим, да, как, так сказать, правильно ли ты делал, что откладывал исправление, да, сможешь ли ты исправиться там, потому что это тоже абсолютно уникальный случай, потому что второй такой не исправился, рядом же распятый, то есть, поэтому рассчитывая, что это вот так работает, но просто, видимо, просто Господь сердцеведец, только Он сердцеведец, Он увидел, что рядом происходит что-то такое, что, ведь Богу просто не нужно проверять то есть, я всегда говорю, попробуйте гипотетически провести такой эксперимент, его сняли с креста, залечили раны, выходили, вылечили, и он дальше, дали им шанс, и он его живет по-другому, совершенно другой, с метаной, это полное изменение ума, жизни, и так далее, и вот тогда мы, нам с вами нужно эмпирическое доказательство, в его покаяние мы поверим, когда увидим с ними его с креста, дадим еще несколько лет прожить, посмотрим, как он живет, а Бог, который как раз вне времени, Он видит, как бы он прожил, сними его с креста, и было ли это покаяние искренним, и судя по всему, Господь увидел, что сними его сейчас с креста, Он никогда не совершит того, что совершил, так зачем ему давать этот шанс, когда и так понятно, что он изменился, то есть его сущность переродилась, то есть покаяние, это изменение, метанойя, дословно покаяние, изменение ума, в смысле духа, и просто мы этого не видим, поэтому нам некоторым, так, некоторых это возмущает, что больно легко ему, нелегко, Господь видел, Потому что он реально переродился за несколько часов, что люди долго умирали на кресте. Это длительный процесс. Таким образом, мы отвергаем учение и мнение о фатализме, о судьбе. Но мы говорим о том, что Господь всех призывает ко спасению. Нет, что только эти избраны, а эти обречены на вечную муку. Нет, Господь все свое творение любит. Каждого человека любит, как свое творение. И каждому желает спастись. И каждого призывает в Царство Небесное. И происходит действительно какая-то, видимо, тайна соработничества человеческой и божественной воли. Синергия такая. Да, синергия. И это действительно тайна вот этого всеведения Божьего, его промысла и воли человеческой. И вот еще... Даже Дева Мария, величие в том, что все равно Господь через нее не насильственно, не искусственно все это происходит. Это тайна ее ответа. Сначала она пытается даже оспорить, когда считает, что это откровение посягает на ее обеты. Она говорит, как так-то, я мужа не знаю. То есть сначала даже спорит с ангелом. И только когда понимает, что от нее не потребуется нарушать обеты и в обычном земном смысле выходить замуж и таким образом рожать, она произносит, что все раба Господня, да будет мне по слову твоему. И вот в этой фразе вообще весь залог спасения человеческого рода. Без ее... Если мы чисто гипотетически представим, что она бы по каким-то причинам не сказала и не соответствовала этому критерию, то есть Господь даже этого не навязывает. Даже приход свой в мир, он обуславливает все-таки согласием человеческой... Даже не природа, а личности в данном случае этой молодой девушке из Израиля. И еще момент такой очень интересный, который касается свободной воли у ангелов. Когда люди спрашивают, а могут ли ангелы падшие покаяться? То есть может ли дьявол раскаяться? Вот почему мы этого не наблюдаем? Начинали, да, об этом говорить. Ну, во-первых, абсолютно сказать, потому что я уверен, что я же не Господь Бог, да. Во-первых, нам надо очень осторожно. Просто мы смотрим, что об этом думали за 2000 лет христианской истории. Есть несколько точек зрения, что вот вообще падение было настолько глубоким, что это сразу было такое укоренение в возле, что сложно говорить, да, как бы о покаянии. Потому что, видимо, потому что природа ангельская, чем все-таки отличается от человеческой, она тоже свободная. То есть абсолютно точно ангелы – это разумно свободное существо, да, как описывает и Писание, и Сататическое, значит, традиция. Это не роботы тоже, да. Но вот, возможно, какая-то из спецификов, да, в том, что в возможности, так как в пути назад, ну, то есть некоторые отцы считали, что падение было глубоким, и укоренение в возле было таким, что сложно говорить, да, что вообще о каком-то было покаянии. Некоторые отцы считали, что это постепенный этап укоренения, то есть сначала это личное гордение одного духа, вообще там, видимо, поэтап. Потом, когда вот он увлекает за собой еще остальных, там, да, как Господь сам говорит, Христос, «видел я Сатану, как молнию спадшего с неба», да, и вот это иногда изображает, говорит, такое падение кометы, увлекающая за собой там целый хвост, легионы других ангелов, что каждый раз это грех в геометрической прогрессии умножается. Чем больше ты соблазнил, чем больше ты, да, кого-то, и тем больше ты зла принес, ты сам настолько погружаешься, становишься этим злом, что... Некоторые считали, что возможность покорения для него исчезла после какого-то человека, я могу об этом говорить, соблазнил. Вот, но в любом случае, в основном, сходится, что сейчас это укоренение за какие-то бесчисленные время от того, как он противостоит Богу, что вот уже сложно говорить о каком-то... То есть у нас часто это понимается упрощенно, вот спасение, у нас часто понимается упрощенно, как амнистия. Бог говорит, ну ладно, так и быть, вы, конечно, мерзавцы, подлецы и прочие, но я вас прощаю, заходите в Царство Божие. А судя по всему, все зависит от того, что из себя представляет сама сущность, да, то есть мы знаем, что Бог есть свет, и в нем нет места никакой тьме. Если кто-то, ну не что-то, а тут кто-то свободный, стал тьмой настолько, что уже достиг какого-то предела и органично не способен быть совместимым со светом, то, наверное, это не Бог не виноват, что у него нет возможности покаяния, исправления, а это и есть залог вхождения назад. То есть может ли... Вот это все вопросы, это апокатастоси соприсловутого, может ли быть спасен вот этот вот сатана и вообще вся эта клика. Чисто гипотетически... Что такое апокатастоси? Это есть такой термин, да. Дословно, длинное такое слово. Восстановление всего, то есть вот возвращение всего в первозданное состояние до грехопадения. То есть в самом простом смысле, да, спасутся ли бесы... То есть все спасутся. Грешны и так далее. Да, то есть это предположение. Такое очень церковь неподдерживаемое в целом, но у отдельных отцов иногда встречается, как пишет Василий Великий, это не область, по-моему, это его слова, это не область наших догматических утверждений, но это может быть область надежды. То есть, в принципе, хотеть-то, да, можно, но вот я тоже никогда не держу это догматически утверждать, потому что опять возвращаемся к тому, что для меня главное препятствие принять эту замечательную, по большому счету, гуманистическую теорию, в том, что... А как же свобода? То есть, что Господь насильно, в конце концов, все равно всех затащит, пускай там через какие-то абсолютные, там, да, непонятные для нашего мозга вообще промежутки времени, но все-таки все вернется в то состояние, в котором было даже не до грехопадения людей, а до грехопадения ангельского мира. Я бы рад был, но вопрос в том, что они свободно изменят отца для того, чтобы войти назад в это состояние, вот тут уже большие сомнения. И у отцов очень большие сомнения, что сатана способен в том состоянии, в котором он вот... Все его, вся его сущность, да, это отец лжи, и единственный смысл существования, абсолютно единственный, это борьба, значит, да, чтобы погубить человека, и, там, противление Бога и так далее, способны к изменению эти существа или нет. Ну, большинство отцов считало, что вряд ли, вот. А если говорить на таких, не на мнениях, а на таких очень, может, эмоциональных образах, но это, конечно, не... Сразу говорю, что это не святоотеческое произведение, у них у мистиков вообще всякое бывало. Был такой в 18 веке мистика шведская Эммануил Свиденборг, он очень тоже, видимо, очень сильно переживал, как же бедные эти несчастные демоны спасутся или нет, и по-своему как-то молился Бога, и Господь ему... Он говорит, что ему Господь дал откровение. Мы не знаем источник этого откровения, просто он очень показательный. Как открылись очи, и Свиденборг узрел, значит, мир потусторонний, и Господь послал двух ангелов взять самого захудалого, значит, демона и его в Царство Божие внести буквально. А как у любого мистика, у него там система из нескольких небес, семь небес, и вот на его глазах происходит восхождение самого днища, значит, ангелы хватают, это, значит, безобразное существо, статистично отвратительно, они тащат, значит, наверх, а самое главное, что ему не лучше, а хуже с каждым следующим небом. На одном небе он начинает резко со шкуры, дымится шерсть от света, от огня, к которому он приближается. Короче говоря, на подлете к небу небес, к самому верху, там было настолько жалкое зрелище, что Господь сжалился, сказал, отпустите его назад, ему там проще. Он стал настолько органичен, органичен в своем состоянии, тьмой, что вот, как говорит Исаак Сирен, там, говорит, даже в словосочетании, есть такой бич божественной любви, да, то есть, который может боль причинять этой любовью. Господь яркий свет, свет, но только одних он прям вот ласкает, да, и такой любящий, ласкающий свет, а ведь других может обжигать. И зависит это от состояния этого другого. Поэтому, представьте себе, чтобы сатана этот свет воспринимал, чтобы он смог сам так переродиться, чтобы воспринять эту любовь, это не потому, что у Бога нет любви, она вообще на всех изливается. Только некоторые существа, боюсь, что доходят до состояния, к сожалению, какого-то такого же, воспринять эту любовь не могут. Спасибо, отец Максим. Будем надеяться, что мы нашу человеческую волю направим во спасение, направим во благо, направим на борьбу со грехом и на то, чтобы прийти ко Христу и достичь Царства Небесного. Напоминаю, дорогие друзья, что свои вопросы вы можете оставлять в нашей группе ВКонтакте, Самарагис, подраздел, передача просто о вере. С вами мы прощаемся. Увидимся в понедельник. Ангелы всем хранителям. С Богом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok